Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня, как вы уже могли догадаться, мы поговорим об уходе за таким замечательным растением, как сансеверия. Сансеверия это одно из моих самых любимых растений. Кто немного следит за моим каналом, знает, что у меня есть огромное количество данного растения. У меня их больше 30 разновидностей. Говорить о ней я могу часами, но я не буду вас сегодня мучить этим. Просто поговорим об основных моментах, которые я использую в моем уходе. Также повторюсь, все видео на моем канале выходят в двух вариантах, на русском и на испанском языке. Если вы случайно попали на видео на испанском языке, в разделе описания к видео всегда будет ссылка на русскую версию. Также есть плейлисты на моем канале, где вы можете посмотреть все видео, либо на русском, либо на испанском языке. Итак, приступим. Первое, о чем бы я хотел поговорить, это, конечно же, полив. Полив это ключевой момент выращивания данного растения. Сансеверия является суккулентом, а это значит, что она накапливает большое количество питательных веществ в своих листьях, либо корнях, либо в стволах, либо в стеблях, в зависимости от суккулента в целом, я говорю. Сансеверия, конечно же, большую часть питательных веществ накапливает в своих таких крупных, мясистых, крепких листьях, листовых пластинах. От этого мы отталкиваемся, что полив ей нужен крайне умеренный. Мои сансеверии в течение года я поливаю примерно каждые три недели, не чаще. И в летнее время, когда дни становятся очень длинными, температуры очень высокие, я поливаю ее примерно каждые 14 дней, раз в две недели. Тоже не чаще. Полив не обильный. Единственный момент, который может погубить, помимо очень низких температур, морозов, наше растение сансеверия, это избыточный полив. Растение просто начнет очень быстро загнивать, листовые пластины начнут становиться более мягкими, такими влажными на ощупь, и погибать, погибать, пока наше растение полностью не загнется, так сказать, к сожалению. Поэтому очень аккуратно поливаем данное растение. Следующий момент это освещение. Для сансеверий я использую всегда зоны с достаточно хорошим освещением, яркий рассеянный свет. Также они могут переносить и яркий прямой свет, эти растения очень крепкие. Единственное, в случае очень яркого освещения нужно увеличивать полив. Если у вас сансеверий будет стоять на удюжных окнах, увеличивайте полив, иначе может случиться вот такая вот беда, как вы видите на изображении. Сансеверии растут под очень ярким солнцем и крайне редко поливаются, и начинают постепенно усыхать, погибать и также терять свою вариегатность. Такое же может случиться, похожий момент, если мы нашу сансеверию будем ставить в очень темный угол. Наши сансеверии не будут погибать от этого, но рост их будет значительно замедляться, растения будут намного медленнее, вариегатные формы могут также начать терять свою вариегатность. Новые листья будут просто выходить зелеными, дабы растение смогло выжить и получать большее количество света, да, и вырабатывать процент фотосинтеза в своем организме. Поэтому освещение рекомендую достаточно яркое по возможности использовать. Следующий момент это сустрат. Сустрат для моих сансеверий я использую смешанный, я использую 50% примерно, субстрата для декоративно-лиственных растений и 50% субстрата для суккулентов с добавлением перлита. Я опять-таки, да, я скажу, это мои способы, которые для меня отлично работают, все растения у меня прекрасно растут, поэтому я вам, если кто хочет, может записывать под диктовку. Я смешиваю все это вместе, получается сустрат достаточно легкий, рыхлый, хорошо воздухопроницаемый и прекрасно он дренируется. При поливе вода очень быстро из него уходит. С таким субстратом я выращиваю все мои суккуленты, все мои сансеверии растут они чудесно. Следующий момент это пересадка. Пересадка это тоже такой вопрос относительный у сансеверий. Какие-то сансеверы растут очень медленно, да, например, есть такая сансевера самурая, которая растет крайне медленно. Какие-то сансеверы, например, как парва данная сансевера, вы ее можете видеть, или лауренти, они растут достаточно быстро, дают новые побеги, новые детки у них постоянно вырастают. Конечно, такие же растения я пересаживаю значительно чаще, каждые 2 года примерно. Пересаживаем мы их обычно, когда уже видим, что земляной ком, в котором растет растение, хорошо заполняется детками. И желательно не дождаться момента, когда горшок начинает, особенно если вы видите у вас пластиковый горшок, но в пластиковых горшках очень хорошо видно, когда горшок начинает раздувать. Да, это значит, что есть большое количество уже деток, которые не могут найти себе дорогу, и они просто как в лабиринте там блуждают под землей. И особенно часто это бывает, когда я покупаю новое растение, у него такой, знаете, киндер-сюрприз его открываешь, а в нем там большое количество деток под землей, таких беленьких, которые не имеют никакого цвета. Они пытаются там как-то найти себе путь в этот мир. Поэтому пересаживаем по мере необходимости, следим, чтобы горшок наш не раздувался. И желательно также выбирать, особенно для форм вот таких вот, сейчас вам покажу, такая форма, которая называется хани, это формы, которые растут в небольших форме небольших розеток. Желательно для них подбирать, конечно, горшки в форме небольших плошек, то есть не очень глубокие за счет неглубокой корневой системы, которую они имеют, но при этом достаточно большие по диаметру, чтобы новые детки, которые будут расти также в форме розеток, хорошо росли и прекрасно себя при этом чувствовали. Поэтому желательно вот такие горшочки тоже поискать. Следующий момент это размножение. Так, вот такой пересадки мы переходим к размножениям. Размножаются они очень легко, прекрасно делятся, то есть мы можем отсаживать дочерние растения. Какие-то сансеверы, например, как вот это, я вам покажу, здесь видите, прекрасно видно, они отрастают на таких вот, как бы, ножках, таких, можно так сказать, побегах с воздушными корнями уже готовыми. То есть прекрасно это все обрезается и сажается в отдельный горшок. Кстати, это растение, это дочь вот этой вот прекрасной женщины, которая стоит впереди, также вся в бутонах и в цветах, об этом мы еще поговорим, размножаются они легко. Другие же имеют детки, например, как Лауренти, вот эта желто-зеленая, у нее вылазают такие молодые детки, да, из-под земли, которые также легко отсаживаются, особенно при пересадке, это вообще легко сделать. Отсаживаются и сажаются в отдельный горшок. Также можно размножить ее листовой пластиной. Для этого я вам сделаю отдельное видео, покажу, как это все делается. Просто мы отрезаем лист, например, вот такой мы отрезаем, его причем можно порезать на несколько сегментов, да, мы можем взять несколько сегментов и прорастить их либо сразу в сустрате, либо в воде. Также они проращиваются в воде, то есть различные варианты. Следующий момент это удобрение. Удобряю я в моей сансевере удобрением для кактусов и суккулентов, очень слабым раствором. Примерно я беру одну треть от рекомендуемой дозы, всегда рекомендую брать удобрение в меньшей концентрации от рекомендуемой. Потому что если переборщить, то будет вред, если не доборщить, так сказать, то вреда точно не будет. Может быть не будет такого супервауэффекта, который мы хотим моментального роста, да, но по крайней мере растение отреагирует нормально, чем если мы просто пожжем всю корневую систему, и оно начнет болеть у нас. Поэтому удобряем удобрением для кактусов и суккулентов, очень слабо разведенным. Я удобряю, зимой не удобряю, декабрь, январь, февраль не удобряю. Начиная с марта, примерно по ноябрь удобряю каждый второй полив. То есть один полив я пропускаю, потом удобряю. Особенно летом пропускаю, удобряю. То есть, так как я сказал, удобрение очень слабое, сильного эффекта оно для них не делает, они могут и без удобрения расти, но все равно питание никому не повредит. Следующий момент это влажность воздуха. Поговорим о влажности воздуха и сразу же прекратим они разговоры, так как в нашем сансовере влажность воздуха абсолютно не важна. Листья у них очень жесткие, крепкие, так сказать, такие как броня данного растения, поэтому влажность воздуха им никак не колышет на них, в том плане, что не нужно их увлажнять специально, как-то проходить пульверизатором, по листикам там все это обрабатывать, чтобы было им влажно. Ни в коем случае этого не делайте. Как живет ваша сансоверия, пусть так и живет себе. Прекрасно. Следующий момент это температура. Температура для данных растений, опять-таки, они могут переносить достаточно низкие температуры, даже температура в 5 градусов не будет смертельной для сансоверии. Она прекрасно может жить при такой температуре зимой, я имею ввиду переносить зимовку какое-то время. Температура ниже нуля, конечно, уже не рекомендуется, растение будет получать обморожение. И также температуры 30-35 градусов вполне могут быть комфортны. Я вам говорю, это растение, которое универсальное, оно практически неубиваемое. Если мы его не заливаем, оно практически неубиваемое. Следующий момент это вредители. Вредители также крайне обходят стороной данное растение прекрасное, крайне редко можно их увидеть, может быть щитовка. И однажды у меня был трипс на одной сансоверии. Да, я очень удивился, когда я видел в районе розетки маленьких тяжучков трипсов. Я ее сразу же обработал специальным препаратом от трипсов, которые имеются в большом наличии на рынке, и все ушло. То есть вредителя очень легко обнаружить, так как листья большие. Мы смотрим особенно нижнюю сторону, заглядываем периодически в розетки и обрабатываем в случае необходимости. Последний момент, на котором мы остановимся, это цветение. Как вы видите, я специально красиво, все в цветах сижу. Цветут наши сансоверии тоже особенно часто зимой. Вот у меня сейчас цветут две парвы и еще одна, которая не представлена сейчас в кадре. Парва цветет очень мелкими, невзрачными цветами, но при этом очень приятно пахнущими. Ночью цветы начинают открываться и пахнут очень сильно жасмином. Очень удивительное дело, даже приходится ее, например, из спальни выставлять, да, чтобы она так сильно не пахла. Другая же сансовера абсолютно не пахнет, но цветы у нее такие же. То есть вы можете видеть, да, видно вам, я так думаю. Такие невзрачные цветочки абсолютно. При желании их можно даже обрезать, чтобы растение не тратило на них свои силы. Но я такой человек, мне жалко обрезать, поэтому они у меня цветают, потом я уже их обрежу. То есть цветет, но не ждите цветения, это не вау, как красиво. Все, друзья, все протороторил, все рассказал, вроде бы уложился. До новых встреч. Пишите, оставляйте комментарии. Если что, еще кому не понятно, можете писать мне в мой инстаграм. Спрашивайте, что хотите. И жду вас в гости в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok